МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ликарев стал дважды 100-бальником, получив наивысшие баллы по ЕГЭ по информатике, математике, профильного уровня. И сегодня он у нас в гостях. Валентин, добрый день. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о ваших эмоциях. Когда вы поняли, что стали 100-бальником дважды, в чем вы были одеты, где вы были? Через телефон, через компьютер? Я спал. Это было утром. Родители уходили на работу, и мне мама разобъедела, сказала... Это два раза так было. Спокойно это было, да? Да, спокойно, мама. В первую... Нет, ну да, еще. Не, она, конечно, с радостью сказала, вторая сотка, типа. Нет, чего-то такого. Сам обрадовался? Ну, я был сонный, но потом, когда в себя пришел, я понял, что произошло. Да, я обрадовался. А какие еще, кроме информатики и математики, профильного уровня ЕГЭ, ты сдавал? Физику и обязательно русский язык. Это на сколько баллов ты их сдал? Уже известные данные. Да, я уже все экзамены известные. А физику я не сильно старался, на 67 баллов сдал. И 100? Да. И русский язык на 83. На 83 балла. Это очень хороший показатель, по-моему. Ну, хотелось бы больше, да? Ну, хотелось бы больше, да. Расскажи, пожалуйста, про ЕГЭ сейчас. Как оно проходит? Я проходил ЕГЭ, вернее, сдавал ЕГЭ в далеком 2008 году, и оно было тогда таким, а сейчас как его сдают? Сколько камер на тебя смотрят в прямом эфире? Сколько человек с тобой ходит, когда нужно, допустим, вычислить? Ну, строжайший контроль, начиная с порога, проверяют все металлодетекторами. Обыскивают? Да. Обыскивают? Ну, вот этой палкой водят, которая металлодетектор. Потом еще строжайший контроль в аудитории. Какой? Две видеокамеры с двух сторон, спереди и сзади. И получается, даже не только для учеников напряжение, но и для тех, кто проводит. Потому что свыше это тоже все контролируется. А за ними наблюдается? И за вами? И за ними, да. Списать вообще нереально, да? В туалете глушилки стоят. Глушилки стоят? Да, для телефонов. А сколько всего человек, учителей это все контролирует? В каждой аудитории по три учителя сидят еще. По три учителя в каждой аудитории? Тебе было страшно или ты был готов ко всему уже? Ну, в начале, да, а потом я уже начал решать, как бы забыл про все это. Хорошо. Расскажи, пожалуйста, про свою подготовку. Тебе родители как помогали? Поддерживали. Ну, и, скорее всего, пытались просто не мешать моей подготовке. И сильно не отвлекать меня, там, своими делами. Ну, допустим, выносить мусор тебя не заставляли? Да. Выносить мусор, то, что я обычно делал, мыть посуду, вот это суперски было. Хорошо. А ты же, я знаю, не занимался с репетитором, а самостоятельно занимался, да? Да. И как тебе, как ты свой день, получается, распланировал так, чтобы получить 100 баллов по двум предметам, занимаясь сам без репетитора? Ну, мои 100 баллов не случайны, потому что половину недели я сидел с первой смены до шести вечера. Занимался ИГЭ, подготовкой к экзаменам. А ты с первой смены учишься? Да. То есть ты приходил в часов восемь в учебу и уходил в часов шесть? Да. Это такая, получается, у тебя уже работа была? Да, работа. Понятно. А как у тебя с хобби? Чем занимаешься, кроме учебы? Ну, в свободное время сноубордом занимаюсь. Вот уже второй сезон катаюсь. Все есть. Кроме сноуборда, там велосипед, наверное, еще есть, да? Ну, люблю покататься на велосипеде тоже, там, по парку с друзьями. Ну, все в свободное время у тебя занимала эта подготовка к единому экзамену? Ну, в единственном классе точно это подготовка к экзамену. Как ты уже выбрал, наверное, университет, вуз, куда ты будешь поступать? Потому что, я уверен, тебя с радостью заберут на бесплатное обучение любой вуз страны. Да, конечно, хотелось бы в ЭТМО, там. Это что? Это где? В Санкт-Петербурге, институт механики и оптики. На информатику, на программиста выучусь, найти технологии. Хотелось бы даже роботов, там, программировать машины, искусственный интеллект. Это тебе интересно программирование, искусственный интеллект? Вот, все. И, наверное, непонятно пока еще, кем будешь работать? Да, еще много времени пройдет. Потому что, что произойдет через 5-6 лет, совершенно не здесь. Может быть, новая профессия какая-то появится, да? А тебе уже какие-то приглашения в высшее учебное заведение поступали? Или еще нет? Нет, еще не поступали. Понятно. Многих интересует такой вопрос. Вот ты отучишься, потом где собираешься работать? Допустим, в Москву, если ты поступишь учиться, там и останешься? Или сразу поедешь за рубеж, попробуешь практики там набраться? Или ты вернешься в республику, будешь работать на блоге республики? Ну, для начала наберусь опыта, во-первых. Это сейчас говорить при моем скутном опыте школьника. Что вообще будет дальше? Да, что вообще будет. Не заглядываешь. Не буду заглядывать. Это правильная позиция, на самом деле. Можешь дать какие-то советы родителям, ученикам, которые в следующем году будут сдавать ЕГЭ? Если 10-классникам нынешним, которые закончили 10-й класс, и вот 8-классникам, которые 8-й закончили, какие можешь дать советы? Ну, если очень хорошо знаешь математику, то стоит обратить внимание именно на информатику. Потому что информатика — это та же самая математика, только чутка в другую степь. Ну, корень один и тот же, считай. Хорошо. Если есть математика, то на информатику также обратите внимание. Дальше совет. Какие? Дважды стабальники? Вот, чтобы получить высокий балл, и вот если, допустим, ты хорошо решаешь сложные задания, то не стоит пренебрегать простыми, потому что я видел много случаев, когда человек решал все сложные задания, а в простых допускал обидные ошибки. Это как? В смысле, не обращали внимания при подготовке? Не обращали внимания. Не из-за незнания допускали ошибки, а из-за невнимательности. То есть? Не так решили, допустим. Думали, что правильно. Ну, самоуверенность как. А, легкая задачка. И там ошибка плюс-минус, да? Да, да, да. Знак перепутали, и все задачка пролетела. Знак перепутали, и задачка пролетела. И 100 баллов сгорели. У тебя есть знакомые, наверное, друзья в этом году, которые набрали не 100, а 99 баллов? Ну, да, есть. Может быть, ты хочешь сказать слова благодарности учителям, которые тебя готовили? Да, я хочу сказать слова благодарности всем многочисленным учителям, которые меня готовили. Это? Любовь Ивановна, Валентин Павлович, Любовь Ивановна номер два, Никифор Николаевич, Юрий Николаевич, это вот учителя математики и информатики. Большое спасибо за то, что поделился своими советами, Валентин. Кстати, ты не планируешь потом заняться бизнесом? Не думал об этом. Не думал об этом, да? Ну, подумай об этом, потому что сегодня у нас также будет речь про поводу бизнеса. И так, как я уже говорил ранее, сегодня эксперт расскажет о том, как открыть и продвигать свое дело с минимальными затратами. Я хочу познакомить вас с экспертами сегодняшними. Это Сивцев Семен, консультант по маркетингу. Тищенко Иван, интернет-маркетолог. И Наговицын Иван, заместитель руководителя школы робототехники. Я не ошибся, да, ни в коем? Нет, точно не в коем. Итак, хотелось спросить сначала у вас. Вы сейчас студент. Да, магистрант первого курса. Магистрант первого курса. И вы с друзьями открыли школу робототехники. Да. Вас двое, или сколько? У нас двое с партнером. А почему именно школа робототехники? Вот как наши телезрители, может быть, даже студенты, могут выбрать свое будущее дело, свой бизнес? Ну, начинается все с определения проблемы, можно сказать, да? А мой партнер, он сам как по специальности, так и по призванию, да, преподаватель робототехники. Работал какое-то время в школе. И выяснилось, что в наших школах, да, преподают обычно на лего. На лего, оно, ну, вот эта вот робототехника, обстанованная на лего, да, она интересна больше младшим школьникам. А тем, которые хотят продолжать, и старшим школьникам, да, интересно уже что-то более серьезное. Вот эти кубики им уже неинтересно, да, сверху строить башенку. Грубо говоря, да. И поэтому есть интерес к более серьезным продуктам, да. И вот мы обучаем на платформе Ардуино, которая, ну, на которой уже более серьезное программирование идет, как и программная часть, так и... Я понял. В общем, вы нашли спрос, то, что вот ребята занимаются робототехникой какого-то начального уровня, а продолжения у них нет. И вот эту вот дырку вы решили как раз-таки закрыть. Да. Понял. Ну, как бы, выбор ниши ясен. А как вы нашли деньги? Сколько, допустим, нужно было денег, чтобы открыть школу робототехники? Ну, сами скинулись. Скинулись. А сколько нужно было? Ну, на закупку оборудования, вот на старт, да, порядка 40 тысяч. Это вы по 20 тысяч, получается, скинули? Грубо говоря, да. И никаких кредитов, ничего вы не брали? Хорошо. А как вот помещение найти? А помещение, мы вот являемся резидентами студенческого бизнес-инкубатора при СФУ, и там же и располагаемся. Ну, они помогают нам с помещением. И любой студент СФУ может стать резидентом вот этого бизнес-инкубатора, да? Да. И что нужно для этого? Какая-то интересная идея, чтобы стать резидентом? Ну, подойти со своей идеей, да, хотя бы просто с идеей. В бизнес-инкубатор там сидят вот специалисты, с которыми можно пообщаться, рассказать свою идею, и они уже помогут. Какие трудности у вас были, помимо того, что нужно 20 тысяч было найти, закупить оборудование и начать? Ну, трудности, в первую очередь, это с нахождением своих клиентов, да? Недостаточно просто вот как бы появиться, и нужно сделать так, чтобы люди о тебе узнали. И нужно вот найти свою целевую аудиторию, которая тебя должна узнать, и понять, где она, ну, так скажем, обитает, да, чтобы вот на эти рекламные площадки выходить и уже находить контакт. И вы уже начали работу в этом деле. Сколько, кстати, уже ваш бизнес, в прошлом, вращение, школа работает? Мы работаем с марта этого года. С марта? Это уже месяцев? Это сколько вышло? Ну, почти полгода, можно сказать. Полгода уже работаете. И сколько у вас уже учеников прошло или проходит ваше обучение? Ну, весной у нас были курсы, на которых у нас вот 10 учеников прошло, и сейчас у нас лагерь летом. Понятно. И как вы находите своих клиентов? Ну, по-разному. Сколько денег потратили уже на рекламу, так скажем? На рекламу? Я вот затрудняюсь ответить, если честно, потому что, ну... Не считаете расходы? Ну, ну... Не то, что не считаем расходы. Считаем, но... Вначале вот мы пытались, допустим, через социальные сети находить. Но это оказалось не очень эффективно. Вот оказалось, что наша целевая аудитория, родители, да, они сидят больше, скажем, в оффлайне. Они еще не сидят в социальных сетях, в Ютубе, ВКонтакте. Да. Но есть и другая сторона, то, что иногда дети сами находят, и потом уговаривают родителей, можно сказать, записать их. Родители как обычно не против. И поэтому вы в социальных сетях тоже сейчас присутствуете? В социальных сетях присутствуем, и сейчас потихоньку уже в оффлайн выходим. А это как? Как вы ходите в оффлайн? Газеты. А газеты раньше не использовали, да? Раньше нет. Обычно же, наоборот, сначала газеты использовались, а потом они все постепенно-постепенно переходили в онлайн. Мы верили в силу социальных сетей, можно сказать. Теперь поверили в силу газет тоже. По поводу социальных сетей и вообще продвижение типа могут сегодня рассказать наши эксперты, поэтому, думаю, мы разберем твой бизнес и будет интересно. Но это будет все после рекламы, дорогие телезрители. Не переключайтесь, мы вернемся к вам буквально через две минуты. Дорогие телезрители, мы снова в эфире. Так, Валентин, ты, кстати, сказал, что ты занимался робототехникой в школе, да? Или ты только планировал, возможно, заниматься робототехникой? В школе просто был ознакомительный курс робототехники на Лего. На Лего. И как тебе понравилось вообще? Да, очень интересно. Ты бы хотел дальше продолжать учиться, может быть, программированию роботов в будущем? Да, но не на Лего. Но не на Лего. А как им должно быть программирование, чтобы тебе было интересно? Ну, роботы должны быть многофункциональными. И чем многофункциональнее робот, тем это сложнее. Насколько сложное у вас программирование? Ну, у нас программирование на языке C++, это один из самых популярных языков, можно сказать, в мире программирования. Ну, и там оно ранжируется, как бы мы начинаем с самого простого, то что наши ученики просто зажигают лампочку, можно сказать, при помощи программы. Затем заставляют ее моргать. Затем заставляют моргать с разной периодичностью, можно сказать. И так доходит до сборки робота, который может там следовать за треком, да, может избегать препятствий. Ну и так далее, там сложность варьируется сильно. Дрона можно сделать, кстати? Дрона, да, можно. Ладно, и так, вернемся к нашей теме. Семен, какие советы у вас будут к предпринимателю? Как продвигать свою школу? Как продвигать школу робототехники? Робототехники, да. Ну, как сказал правильно мой брат-близнец, да? Такой же футболки, такие же стона. Сначала нужно определить, какое у вас преимущество есть. У вас очевидное преимущество, то, что вы разбираетесь в робототехнике. То, что вы умеете с ней работать, есть опыт преподавания, да? Да. Вот, это вот ваше преимущество. А следующий раздел, это получается понять проблему клиента. Что ваша целевая аудитория? Наша целевая аудитория, ну, здесь мне сложно, как бы сказать, да? С одной стороны, это же дети. Да. Это дети, которые хотят заниматься робототехникой, которым это интересно, да, вот информатика и все остальное. С другой стороны, это родители, которые хотят, чтобы их ребенок, как бы, шел в ногу со временем, потому что понимают, что, ну, будущее тесно связано с информационными технологиями, и это в игровой форме лучше всего преподавать в виде робототехники. Да, тут, видите, есть, получается, лица, которые влияют на принятие решения, это дети. Да. И есть люди, которые принимают решения. Это вот их родители. Вот у них могут быть одинаковые проблемы, могут быть разные. Вот это нужно определить. Вот в чем конкретная проблема? Вот ты озвучил то, что есть проблема в том, что им не хватает уже этого опыта, знаний, которые они получают в школе на обычных курсах. А что может их заставить, получается, да, ну, перейти на другой уровень? Какой может быть интерес, кроме вот того, что им это надоело? Кроме того, что надоело, ну, просто как бы научиться больше делать. Ага, научиться больше делать. В общем, нужно определить проблему, которая заставит человека перейти от привычных шагов, привычных продуктов, да, к которым они привыкли, к чему-то новому, к чему-то расширенному. Типа чего? Ну, допустим, сказать, что вы будете не просто учиться программировать, а запустите дрона, например, да? Это уже конкретно, что-то интереснее. Да, что-то конкретно. Вот человек хотел просто научиться программировать или хотел запускать дронов. Я хотел запускать дронов. Это окончательный результат, как бы. Да, какой-то окончательный результат, который был бы интересен человеку, который бы хотел, чтобы вот сказать, я сделал первого дрона своими руками, там, 8 лет, да? Или еще что-нибудь. Либо, чтобы родители сказали, мой сын в 9 лет построил своего дрона. Да, типа такого. Либо это должен быть какой-то результат, который будет ощутим. Допустим, как-то монетизировать вот эти вот разработки. Какие-то вещи запустить, которые будут связаны с зарабатыванием, возможно. Дроны сейчас же используются где? Для снятия роликов, да? Ну, например, вот так вот. Просто нужно больше информации, чтобы определить, в чем проблема. Потому что это основное, что нужно понять. Какую проблему вы решаете? И какую проблему вы хотите дать решение, чтобы людям было выгодно? Ну, и следующий шаг – это понять, как у вас будет строиться взаимодействие. Какие шаги вы, предприниматели, для того, чтобы привлечь внимание, чтобы вызвать доверие. Как вы заключаете сделку? И как работаете с постоянными клиентами? Просто большинство предпринимателей концентрируется на рекламе. То есть говорят, вот реклама, двигатель торговли, все силы туда. А потом люди приходят и не получают то, что хотели, либо получают. Но об этом не отслеживают. У вас сейчас сколько клиентов есть? Ну, учеников. Пока он затрудняется. Но я хотел по поводу рекламы немножко остановиться. Итак, вы сказали, вернее, что я знаю, что вы специалист по СММ. Да. Как давно вы занимаетесь СММ? СММ – это вот как раз-таки ВКонтакте, Инстаграм, социальные сети. Да, социальные сети. Вот на примере Ивана мы можем видеть, что бизнес сейчас как раз занимаются молодые люди. И вот на примере Ивана, к примеру, он вложил всего лишь 40 тысяч и открыл свой бизнес. То есть в принципе сейчас настало такое время, когда желание открывать бизнес ограничивается только лишь желанием человека, грубо говоря. То есть все инструменты, все площадки для этого есть. Социальные сети, они как раз доступны всем. То есть если раньше мы буквально лет 5 назад даже не знали, как вообще продвигать свой бизнес, где делать рекламу, то есть основным источником был телевидение, то сейчас все стало намного проще. Мир оцифровывается. Даже в нашем городе, в Якутске, у нас очень много людей, даже бабушки, они все сидят в WhatsApp. Я даже наблюдаю, как интернет-специалист, что очень много женщин в возрасте уже начинают пользоваться Инстаграмом, там за 55 и выше. И многие услуги уже в Инстаграм перешли. Если, допустим, вот когда я захочу заказать пиццу или роллы, то заказываю через Инстаграм, чаще всего. А вы как, в Инстаграме что-нибудь ищете? Или вы сейчас в Ютубе смотрите? Да, в Ютубе, красиво. Скоро нужно еще и туда будет. По поводу площадок. У нас самая популярная площадка это WhatsApp и Инстаграм якутский. То есть ВКонтакте свои позиции издал, Фейсбук набирает обороты, но основная площадка это Инстаграм, потому что она простая и доступная всем. Даже бабушка лет 70 точно с ним разберется, там всего лишь три вида по три картинки. Это прям очень удобный формат. Если говорить вообще про рекламу, то мы сегодня разбирали пример Ивана, да, почему нет той целевой аудитории, про которой он говорил, что не могут найти эту целевую аудиторию. Проблема в том, что Семен уже частично озвучил эту проблему, в том, что нужно не про курсы говорить, а говорить про достижения, которые получит человек, используя эти курсы. Поэтому, в принципе, привлекать через соцсети можно. То есть там действительно очень много клиентов сидит. И если правильно подать стратегию контент-план, то можно найти своего клиента. Сколько денег нужно для продвижения? Для продвижения, если не считать человеческие ресурсы, то где-то в районе нуля. То есть если у тебя есть время заниматься социальными сетями, сидеть, готовить свой контент, то в принципе это ничего не стоит. Только время. Семен, вы согласны с этим? Да, совершенно верно. Чтобы начать продавать, необязательно иметь какие-то большие суммы, какой-то огромный бюджет. Очень много примеров, когда просто имея желание, талант, большие цели, миссии, благородные люди достигали очень большого отклика. В качестве примера могу привести, вот очень много в городе у нас пекут торты, какие-то услуги, даже доставки пирожков есть, казалось бы, да, но все умеют стряпать пирожки. Да, обычные пирожки, то есть доставка пирожков, там уже, по-моему, порядка 4 тысяч подписчиков, то есть кто-то пользуется этим услугами. Поэтому абсолютно любой человек, кто хочет заняться бизнесом, будь то он сантехник, там, я не знаю, или какой-то рабочий, который хочет дома отремонтировать шкаф, то есть вообще все возможности есть, было бы желание на самом деле. И просто нужно делать качественную свою работу, чтобы люди потом повторно рекомендовали, приходили и вести свою страничку и показывать те достижения, ту пользу, которую ты несешь людям. Вопрос в формате как раз-таки тем пабликов. Так, 5 советов по поводу ведения Инстаграма и социальных сетей. По поводу социальных сетей я всегда рекомендую всем своим клиентам не делать из своего аккаунта в витрину магазинов. То есть, как правило, все бизнес-аккаунты, они содержат товары, 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 услуги, услуги, услуги. Я стараюсь не прибегать к этой стратегии, потому что это самое примитивное, что можно делать. Что делать? Нужно показывать за кулиси своего бизнеса, нужно показывать свою экспертность, нужно показывать... Вы сейчас терминами нас обкидываете. Что? Терминами сейчас нас обкидываете. Терминами. Ну, портфолио. Допустим, вы изготовили какой-то красивый шкаф, вы его поставили, стоит рядом довольный клиент, вы с ним обнимаетесь. То есть, это отличная фотография, которая реально работает. За кулиси, как это все собиралось. Вот, к примеру, если взять, опять же, какую-нибудь кухню... Допустим, на его примере давайте. Ну, на примере робототехники можно показать, как дети что-то делают своими руками, показать процесс. Именно процесс не показывать, какие-то флайеры с обилием текста, а просто показать, как сидят дети, общаются с друг другом. Какое-то внутреннее какое-то движение должно быть, чтобы люди видели, что это не какой-то мертвый аккаунт, что там реально сидят живые люди и что там действительно есть какое-то движение. Это главная ошибка, наверное, всех. Да, потому что большинство аккаунтов стараются просто услугу показать. На самом деле, человек не понимает, что за этой услугой дальше там стоит, какие люди там работают, стоит ли им доверять. То есть, вообще, сама социальная сеть предназначена для того, чтобы увеличить эксперт, носить лояльность. Ну, лояльность – это когда человек, к примеру, никак к робототехнике не относится, но увидев пару видео, пару постов, его это может заинтересовать, и он может пригласить своего ребенка или прийти сам. Семен, схожий вопрос к вам. Какие, допустим, тоже 5 советов можете дать предпринимателю, ну, допустим, тоже на примере робототехники? Робототехники. Ну, собирать, в первую очередь, обратную связь, анкетирование всех клиентов, что понравилось, что не понравилось. Как это делать? Как все это делать? Вот как только человек закончил, ну, получил услугу полностью, оплатил ее, дать анкету обратной связи, которую он может заполнить, либо не заполнить. Ну, естественно, можно за ним наблюдать, а лучше, конечно, дать человеку, чтобы он заполнил где-нибудь, пока ждет. Ну, когда выдадут им грамоту и так далее. Там достаточно, ну, трех-четырех вопросов. Первое. Как вы оцениваете стоимость наших услуг? Выше среднего, нормально, ниже среднего? Получили ли вы полностью знания, которые мы обещали? Да, либо нет? Будете ли вы рекомендовать наши услуги своим друзьям? Да, либо нет? Ну, и отзыв в свободной форме. Благодаря вот этим четырем вопросам вы сможете понять сразу, хорошо ли вы сделали свою работу. То есть, если человек говорит, что он заплатил выше среднего, значит, вы ему до конца не дали стой ценности, которую он хочет. Если говорит, нормально, значит, нормально. Если ниже среднего, значит, ну, вы ему очень много дали, что он говорит, я не доплатил. И, исходя из этих отзывов, можно уже что-то менять в своем бизнесе, да? Валентин, у вас такой же вопрос к вам. Вот что бы вы хотели от предпринимателя, допустим, тема информатики вам довольно близка, программирование тоже. Куда бы вы пошли? Какой должна быть школа робототехники? Эффективной. Эффективной? А как они это могут показать? Кому бы вы доверили? Ну, должен быть результат. У кого лучшие результаты, у выпускники, которые больше успеха достигают, я бы на луна пошел бы. Понятно. Ну, кстати, об успехах. Хотелось бы еще раз отметить всех тех, кто успешно сдал ЕГЭ. И, может быть, даже перечислить. Также на 100 баллов, кроме вас, ЕГЭ, по последним данным, Якутия Медиа, сдали Игорь Сивцев, также дважды стабальник, это по физике и математике профильного уровня, Никита Ноев, стабальник по информатике, Мичил Петров, стабальник по профильной математике, Семен Микумянов, стабальник по профильной математике, Родион Жигляев, выпускник средней образовательной школы номер 21, стабальник по физике и Дарина Васильева, усница технического лица. Кстати, у меня почему-то не написано. Дорогие телезрители, на этом наш эфир закончен. Большое спасибо экспертам, предпринимателям и выпускникам за то, что они пришли к нам и поделились этой интересной информацией. Смотрите нас в это же самое время на этом же самом месте. Увидимся с вами уже в понедельник. Всего хорошего и удачного рабочего дня.